Пакет программного обеспечения системы автоматического проектирования SOLIDWORKS кроме непосредственно задач по проектированию позволяет решать также задачи по генерации управляющих программ для станков с числовым программным обеспечением. В версиях, начиная с 2018, программа SOLIDWORKS CAM поставляется вместе с пакетом SOLIDWORKS и восстанавливается из того же лаунчера, что и другие добавления. Активировать добавление SOLIDWORKS CAM, если оно не включено по умолчанию, можно, перейдя в настройки «Добавление», после чего найти в списке «Добавление SOLIDWORKS CAM» и активировать его «Запуск» и выбрать в качестве активного добавления при необходимости. Рассмотрим детальнее вкладку SOLIDWORKS CAM и те инструменты, которые она предоставляет для работы. После активации добавления в древо построения добавится три новых вкладки. Это «Менеджер SOLIDWORKS CAM», это «Операции» и «Инструмент». В отличие от более ранних версий SOLID CAM, в данной версии все инструменты собраны в одной вкладке и немного другая последовательность выполнения процессов. Так, перед созданием процесса выбор станка осуществляется после нажатия соответствующей кнопки на панели, где предоставлено четыре предварительных шаблона «По строению станков». Это трехосевой, четырех и пятиосевой фрезерные станки. Это машины, в которых деталь может перемещаться соответственно в трех, четырех либо в пяти степенях свободы. И также предварительно настроенный токарный станок. Кроме того, имеется набор постпроцессоров, которые можно прикреплять к тому или иному оборудованию из постановки по умолчанию. Также можно настроить параметры управляющей программы и для многоосевых станков задать, к примеру, ось вращения либо ось перемещения для пяти координат. Также обратите внимание, что для большинства современных машин пост- и предпроцессоры, а также файлы конфигурации станков обычно поставляются от производителя и для конкретного вашего предприятия для работы непосредственно с вашим оборудованием эти пред- и постпроцессоры необходимо будет подключать к SolidWorks, чтобы получать максимально правильную управляющую программу. Те же настройки и постпроцессы, которые поставляются по умолчанию, представляют из себя некий стандартный набор протоколов и алгоритмов для интерпретации траектории обработки в G-коды. Как правило, они подготовлены для часто распространенных, наиболее распространенных управляющих систем, таких как, к примеру, Матч-3, это также контроллеры Сименс, ну и, конечно же, это станки производства FANUC. Повторюсь снова, для максимально правильной генерации G-кода необходимо использовать посты предпроцессоры, поставляемые производителем вашего оборудования, либо, если эта машина, собранная под управлением Матч-3, каких большинство на небольших предприятиях, конечно, можно использовать поставляемый по умолчанию процессор, однако перед запуском детали в обработке стоит предварительно провести несколько тестовых прогонов и убедиться, что G-код отрабатывается правильно. Также после выбора станка в диалоговом окне и прикрепления его к файлу детали необходимо задать ось координат и заготовку. Для этого откроем деталь и используем кнопки задания системы координат и менеджеров заготовок Данный процесс обязателен при создании любого любой управляющей программы в SolidWorks.com Также в менеджере заготовок можно задать материал из предоставленного списка тип заготовки можно выбрать STL-файл, который проанализирует поверхность заготовки, поверхность детали и интегрирует ее в заготовку с припуском. Также это могут быть заготовки из эскизов, построенных на базе тела вращения, либо построенных плоскостями. Стратегия обработки выбирается для токарного изделия из обработки сплошной либо полой детали. Также можно задать параметры прутка, из которого будет производиться заготовка. Инструменты выведены отдельно. Кнопку во вкладке SolidWorks CAM можно продублировать, нажав правой кнопкой мыши, на соответствующий пункт в древе построения. К примеру, можно определить систему координат. Существует два метода. Это использование системы координат SolidWorks, либо это использование фасонного метода, который позволяет построить координаты относительно непосредственно заготовки. Также для токарной заготовки можно задать ось обработки, построить дополнительные прямые, на которые они будут ссылаться для фрезерной же обработки. Оси X, Y и Z можно задать гранями деталей. Данная система будет отсчитываться от наружного торца заготовки и, соответственно, нулевая точка с координатами Z, 0, X, 0, Y, 0 будет находиться на торце детали. Также для токарного станка, к примеру, можно задать настройки отображения токарного патрона и для фрезерных станков можно задать модели, которые будут отображать зажимной инструмент, используемый в вашем оборудовании. Нажав кнопку «Изменить характеристики», можно задать его габариты. Достаточно удобно для визуального контроля при симуляции траектории на предмет зацепа зажимного инструмента инструментом режущим. Подтвердим операцию и рассмотрим следующий набор элементов. Создать управляющую программу можно тремя способами, это выбрав из токарных операций необходимую операцию и вручную, задав участки детали, обрабатываемых тем или иным способом, либо используя инструмент извлечения элементов, который позволяет в автоматическом режиме извлечь геометрию детали, и на основании этой геометрии составить стратегию и траекторию для будущей управляющей программы. После отработки инструмента автоматическое извлечение в древе построения появится ряд операций сгенерированных автоматически для получения детали с данной геометрией. Следующим шагом является генерация плана обработки. Это в частности замена инструмента на шагах, разбитие обработки на черновую и чистовую и добавление финальных элементов операции в виде отрезания в данном случае. После того, как сгенерирован план обработки, необходимо провести генерацию траекторий. Эта кнопка также вынесена во вкладку SolidWorks.com. После ее отработки можно будет наблюдать отрисованную поверх детали траекторию обработки детали — это линии, отображающие движения инструмента по заготовке в режиме резания, а также подвод и отвод инструментов. Для просмотра симуляции изготовления детали необходимо выбрать кнопку «Симуляция траектории», после чего запустится процесс визуального отображения управляющей программы в окне SolidWorks. Данный вид симуляции не всегда стопроцентно верен, однако он позволяет на начальных этапах получить представление о том, как при использовании текущих постпроцессоров будет выглядеть деталь при отработке программы. Как мы видим, автоматическое извлечение не позволило сформировать задний уступ на детали. Это не значит, что автоматическое извлечение совершенно не подходит для создания. хотя бы частично стратегии обработки детали, и ее все еще можно использовать для автоматического создания траекторий и планов по обработке каких-то простых элементов, однако стоит помнить о том, что для получения наилучшего результата, конечно, во многих случаях можно добавлять какие-то шаги обработки вручную, используя, к примеру, токарные операции для работы с токарными станками и точно также фрезерные для работы с фрезерными. Также можно просмотреть визуализацию движения инструментов по траектории пошагово, соответственно, на каждую строчку G-кода посмотреть перемещение инструмента. Также можно сохранить текстовый файл с описанием движения инструмента. Этот файл не будет являться управляющей программой, это что-то вроде контрольной суммы, с отчетом о движении инструмента и указанием ошибок, возникающих в процессе, к примеру, столкновения с зажимным инструментом либо слишком быстрое движение по телу заготовки. И последняя в данном уроке операция это кнопка генерация G-кода, которая позволяет сгенерировать текстовый файл, содержащий в себе G-код с учетом оборудования и постпроцессора, который был задан в начале. Данная операция будет повторяться при каждом новом обращении с новой деталью к Solidworks CAM, и в принципе эти инструменты являются основными для работы данного добавления. В следующих уроках более подробно рассмотрим добавление операции вручную и также фрезерные двух с половиной трехосевые операции и операции с большим количеством плоскостей перемещения для фрезерных обработок. Данные уроки будут представлять собой описание типовых операций, которые следует выполнять для составления управляющей программы, ну, соответственно, с учетом того факта, что для вашего оборудования естественно будут присутствовать какие-то определенные нюансы в обработке. Об этом всем в следующих уроках. инфекцией, если вы да, дэвтори, снега, с первой -эр, на до текста.